итак ребята всем привет я снова с вами и снова с археологами у нас будет сегодня интереснейший выход тем что у нас сегодня находки и находки отыскал я довольно таки приятные интересные бронзовые я думаю вас они чем-то удивляют но кто-то скажет банально сверхъестественные ничего нет но для истории это очень очень серьезные находки которые помогут в датировке местных жителей которые здесь свое время обитали так что смотрим будет интересно дядя саша что тут вообще было о глеб тут было большое поселение в восьмом девятом веках нашей эры здесь жило много народу жили вместе группы тюркская венгерская и возможно славянская и жили они все вот как бы на этой территории полтора километра в длину вот на этой большой косе а сейчас вот мы откапываем то что от них осталось да ну как сказать продукты их жизни вот кусочки керамики вот посмотрите это керамика это кусочки от глиняных горшков которые готовили еду вот такие кусочки керамики как раз говорят о том какое население здесь проживало вот видишь какой красивый здесь получается как бы венчик так что вон вот посмотри как девушки работают получается что оттуда грунт снимается сюда накидывается они его разбиваются очень серьезно каждый квадрат фиксируется документе вот в этом и потом все это отмывается и собирается по возможности склеивается получается реставрация сосуда 9 8 9 века нашей эры вот теперь как отец работает с ними чтобы в историю он тоже попал в твое я уже зазвездился где можно вот жду когда меня посадят спроси спроси у него чего-то делать как я сюда попал ехал ехал мимо вижу осуществляется какие раскопки а я с детства так солнышко светит в камеру будет светить и пообщался с археологами мне это с детства очень близко по сердцу и вот решил принять участие волонтерском движении по раскопкам 8 9 века возможно здесь булгары хотя опытный археолог уже вам сказал и рассказал что здесь происходит в общем сверх естественно грандиозного пока ничего не найдено но для науки есть кое-какие такие интересные нюансы где уже складывается кое-какая картинка в общем раскопки тяжелый грунт очень тяжелый и было очень много народу к сожалению движение волонтерская то больше то меньше хотелось бы чтобы участников было побольше вот надеюсь что наши силы будут пополняться пополняться и пополняться так что вот так вот я и мои друзья здесь занимается раскопка ну и все глеб на продолжать работу других сотрудников так ребят находка была и вот дмитрий алексеевич главный не просто прям слов нету и на самом деле такие булавки это бронзовая булавка причем видно что она подвешивается на колечко и колечко сохранила здесь в этом месте они служили в качестве застежек и на кризисе сюда вода фибулы они не использовали по крайней мере мы этого не видим а такие булавки есть на целом ряде культур в принципе культура первых тысячелетия для нашего положения в первую очередь где-то памятники и миньковской культуры на 4 7 веков ну то что здесь для хазарского времени а тут не должно быть колечко еще вот здесь колечко нет и вот так вот колечко и она зацепит это не такая манита серьгама не немножко другая она сама по себе у бывает небольшой тут маленькая колечко и может быть если хорошей сохранности может быть цепочка на 3 подверг классная находка до надо это уже именовать до сегодня у нас бусинка было теперь теперь у нас вон что было классно савка алекса алексавка да алексавка а ладно продолжаем работаем вот зачистку делаем подержишь до на ладони ух блин ребяту смотрите какую ценность держу александр это какая какой век вот скажи ну сказавшим здесь 4 7 вот но дело в том что она как бы не характерно пока для здешних это здесь первая такая находка и мы ее тем она связана надо разбираться вообще огонь здорово бусинка у нас было сегодня и назвали ее юлясик да и люсенька я честно говоря юлисенька но я так предположил вы просто знаете предположил и сказал давайте находки будем называть тот кто их откопал вот такая вот как она будет у нас александровка булавка алексавка алисавка алисавка ну как-то не серьезно алисавка ну как-то алисавка не не как-то это не громко сказано блин я потрясен ребята вот это вот вещь просто александрюшка александрюшка ну лампская александрюшка будет вот между прочим это александровский шурф так вот назвали его его начинали 3 александра 1 вот он 1 вот 2 ну я покорно ваш слуга 3 классно зачетно но панцирь верхний на черепаху вообще откуда они взяли зерные болотные здесь были такие вообще были у нас шапочников из госуниверситета как раз на или шаповала черепахами он приходил и рассказывал что у нас она правда великовата у нее 25 сантиметров в говорит это у вас наверно чего-то как-нибудь и сколько лет этой черепахи уже получается 1200 лет ничего себе и сохранился панцирь сохранился панцирь на самом деле вот тот который мы раскапывали дим давай фотографируем допустим кошку могли закопать но это вот мне алексеевич даже скорее не очаг потому что что-то и александр подтвердил нет следов огня ну как это не следов огня когда а вот это да но камень обожженный вот здесь есть но немного есть не только немного насыпается но это да ну трудно назвать его очагом в прямом смысле слова потому что какой смысл в деревянной постройки даже даже возможно до глина обмазанной стенки были вообще шикарный горшочек который может принадлежать кругу памятников гипотетически связанную с древними уграми венграми а вы не предполагали что вот это вот именно каменная насыпь именно какой-то может быть такой возвышенности и здесь вот как раз вот вокруг него жертвоприношения было а почему он устро а почему он странный такой формы а все понял грубо говоря это фундамент остался от печи да вот до основания это печка и понятие печками конечно еще вот это известняк такой какой-то печками характерная особенность этнографии славянской а вот такие дожки вот они если учесть что на моремском городке замечательный печками а может это пани пани а зачем для бани здесь итак ребята решил запечатлеть последние эпизоды нашей черепашки курумской тортилы да ребят я так ее назвал курумская тортила вот на черепашечка и сейчас на ней клей подсыхает и археологии и отсюда изымут вот так вот ребята вот так вот если что интересно еще у нас будет делом еще покажу этой черепашки повторюсь больше тысячи лет между прочим эти черепахи до сих пор встречается в наших реках и озерах река мастрюкова эти озера и местные жители говорят что до сих пор эта черепашка здесь встречается повторюсь еще раз нашей черепашки больше тысячи лет ладно мы продолжаем находиться волонтерском отряде и помогаем археологам осуществлять раскопки самое интересное конечно же это вот это место вокруг которого занимаются только отдельные лица археологов волонтеры суда не допускаются вот такая вот зачетная здесь полянка и так ребят подходит к завершению очередной выход уже начинает темнеть и подходит время ужина все отправляемся на ужин на костер посмотрим попоем так что не конец все будет самое интересное еще впереди песни пляшки в общем традиции археологов тоже вы узнаете так что отправляемся в лагерь именно на горячий ужин итак ребята традиция которую нужно соблюдать именно археологов берется большая кружка самой большой заливается спиртным и она идет по кругу что сейчас у нас и происходит самый старший самый уважаемый в нашей группе александр начинает круговорот и все это пошло по кругу так что соблюдайте традиций всегда каждый год мы будем работать на разных я думаю объектах и этот объект не забудем вот он закончится есть другие интересные места есть муромский городок знаменитый есть еще очень интересные объекты каши вот есть палеонтологические поскольку наша экспедиция она комплексная и ставит своей целью помощь именно в исследовании родного края в области истории геологии палеонтологии вот так поэтому присоединяйтесь к нашему волонтерскому движению семья давайте семью ура 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 а че тара кусает дай я не днем буду заниматься а это тост я думаю потихоньку можем обвеску пусть метелью и белые ноты Их снежного вальса В палатке далёкой Кому-то приснятся Ребята, ребята Сижу своё время Мы с вами когда-то Только думать, что в мире Ничего не случится Если он не уезжает Илья Может крылья под устами Опа, мы отстали вдруг Отстаем И не можем жестокой судьбе Серёге Санину легко Под небесами другого парня Пекло не пошлют То взлёт, то посадка То снег, то дожди Сырая палатка В распадах рассвет Уходишь счастливо Приходит Два дня искали Мы куда едем Как будто кричит Два дня искали Мы с Серёгой А он чельчур Не долетел Совсем немного Не дотянул он До посадочных огней То взлёт, то посадка То снег, то дожди Сырая палатка И почты не жди Идёт молчаливо В распадах рассвет Уходишь счастливо Приходишь, привет Помнит наша церковь Господа моля Куликово поле Русская победа Куликово поле Русская земля Куликово поле Русская победа Куликово поле Русская земля Движутся хоругви В утреннем тумане Скоро содрогнётся От сражения твердь Поле русской славы Поле русской брани Поле русской жизни Победивший смерть Поле русской славы Поле русской брани Поле русской жизни Победивший смерть Да как же вы дожили До такого, братцы Стонет руть под гнётом чёрный саранчи Значит, снова русским за оружие браться Значит, снова русским доставать мечи Значит, снова русским за оружие браться Значит, снова русским доставать мечи Антимир сжигает новые пожары Славный город Киев, ими снова взят Новые Европы, новые хазары, новые мамайи, родине грозят. Новые Европы, новые хазары, новые мамайи, родине грозят. Мы врага настигнем по его же следу и порвем на клочья Господа хвалят. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Возвратит Россия, русский Севастополь, станет снова русским полуостров Крым. Наш Босфор державный, наш Константинополь И святыни мира, и Иерусалим Наш Босфор державный, наш Константинополь И святыни мира, и Иерусалим И назло масонам, и иным злодеям Всем, кто христианам злобою кипит Куликово поле вспомним и прозреем И святыни это нас соединит Куликово поле вспомним и прозреем И святыни это нас соединит И куда ни шел я, и куда ни еду В сердце православном, родины поля Куликово поле, русская победа Куликово поле, русская земля Куликово поле, русская победа Куликово поле, русская земля И еще раз Молодец Знаешь, что-то я замахнулся там на Константинополе и Иерусалима Нет, она так и звучала, эта песня Я ее отдам Нет, классно Мы подпели, просто слушали, не знали тексты Ну, прям прониклись, прониклись на самом деле А может, ну его нафиг Я сначала Константинополе Пусть уж там они живут Нет, давайте сначала тут докопаемся Давай с казарами разберемся, да, потом А на заборе написано мир А за забором керновый куст И там живет большой командир Великий воин реки Матгуст И там живет большой командир Великий воин реки Матгуст И так был мир, и то мир не так И боль, и радость, и жизнь, и смерть Все остальное такой пустяк Что я не буду об этом петь А на заборах что не пиши И чтобы не принесла молварь В любой деревне, в любой глуши В дворе трава, а на ней трава В любой деревне, в любой глуши В дворе трава, а на ней трава Пусть говорят, что быков да я И петухи на яйцах сидят Нам в общем все это не беда Мы в общем все еще хоть куда Да-да-да Да-да-да На-на-на Браво, браво Рубану по античной роже Коня себе возьму, себе возьму Конь всего дороже Коня себе возьму, себе возьму Конь всего дороже С ним поеду кисанес 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 Там продам гнидова А потом зайду в кабак Зайду в кабак Выпью разливного А потом зайду в кабак Зайду в кабак Выпью разливного Выпью грецкого вина Эх, вина Ну а кто остался стойким Мог себе позволить посмотреть на ночное небо И заглянуть в глубины космоса Посмотреть на планеты солнечной галактики И приблизить настолько, насколько это возможно Если вам понравилось видео Вы знаете, что делать На этом и все С вами был Александр Поиск 63 До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok